Здравствуйте! В эфире программа «Ваши трудовые права», подготовленная совместно с Обществом Знания России. Тема сегодняшней передачи – срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор – одна из разновидностей трудового договора, которая очень часто применяется при правовом регулировании трудовых отношений. Работодатели очень любят заключать именно срочные трудовые договоры. Связано это с несколькими причинами. Но, во-первых, гораздо проще уволить работника, у которого срочный трудовой договор, именно в связи с истечением срока трудового договора. Здесь работодателю не надо ничего доказывать, обосновывать необходимость увольнения, искать причины или говорить о совершении работника виновных действий. Срок трудового договора истек, и работодатель, без объяснения причин, может прекратить трудовые отношения с работником. Действительно, для работника не всегда срочный трудовой договор является самой удобной формой трудового договора, потому что работник чувствует неуверенность в будущем, неуверенность в завтрашнем дне, и не знает, захочет ли работодатель продолжить с ним трудовые отношения, или ему придется искать новое место работы у нового работодателя. Срочные трудовые договоры очень популярны не только в Российской Федерации, но и в других странах мира. Но Международная организация труда очень жестко контролирует и ограничивает возможности заключения срочных трудовых договоров. Российский Трудовой Кодекс, воспринимая нормы Международной организации труда, также ограничил и очень подробно расписал все требования к заключению срочного трудового договора. Во-первых, условия о сроке трудового договора являются обязательным условием трудового договора. Что это означает? Это означает, что если работник устраивается на работу, его в обязательном порядке должны предупредить, что с ним будет заключаться именно срочный трудовой договор, а не какая иная форма трудового договора. У срочного трудового договора есть два обязательных условия, которые в обязательном порядке прописываются в тексте трудового договора. Хочу напомнить, что означает обязательные условия. Это означает, что если условие о сроке договора в трудовом договоре отсутствует, то договор будет считаться бессрочным, даже если вроде бы были причины или основания заключать срочный трудовой договор. Итак, два обязательных условия срочного трудового договора, которые вносятся в текст трудового договора. Первое обязательное условие – это сам срок трудового договора. Необходимо отметить, что к сроку трудового договора предъявляется ряд специальных требований и правил. Как правило, срок трудового договора может быть с определенной датой окончания, когда в договоре указывается, по какое число заключается договор, или с неопределенной датой окончания, когда срочный трудовой договор заключается на определенное время. Ну, например, на период временной нетрудоспособности работника или на период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Второе обязательное условие срочного трудового договора – это причина или обстоятельство заключения срочного трудового договора. Если работодатель забудет включить в трудовой договор причину или обстоятельство, по которому заключается срочный трудовой договор, то договор также будет считаться бессрочным. В первую очередь необходимо обратить внимание на ограничение срока трудового договора, которое существует в действующем законодательстве. Действительно, максимальный срок трудового договора ограничен пятью годами. Больше срочный договор заключен на срок более длительный не может. Есть отдельные исключения, которые прописаны прямо в трудовом кодексе. Ну, например, с руководителями организации срок договора может быть более пяти лет, если это прописано в учредительных документах организации. Кроме того, в некоторых случаях срочные трудовые договоры заключаются до двух месяцев, например, когда речь идет о выполнении временной работы, или до шести месяцев, по общему правилу, если речь идет о выполнении сезонных работ. При этом общее требование, что срок договора не должен превышать пяти лет, совершенно не означает, что работодатель не может заключить договор на полгода, год, два, три. То есть, в рамках пятилетнего срока возможна любая продолжительность срочного трудового договора. Также в трудовом договоре в обязательном порядке прописываются причины или обстоятельства заключения срочного трудового договора. Когда с вами заключают срочный трудовой договор, необходимо открыть пятьдесят девятую статью Трудового кодекса, где перечислены все возможные причины или обстоятельства заключения срочного трудового договора, и посмотреть, действительно ли существует та причина, которую работодатель решил включить в ваш трудовой договор. Также необходимо отметить, что в пятьдесят девятой статье перечислены все возможные основания заключения срочно-трудовых договоров, и перечень, предусмотренный в пятьдесят девятой статье, является закрытым, то есть других оснований быть не может, кроме случаев, когда они предусмотрены соответствующими федеральными законами. Все основания заключения срочного трудового договора можно разделить на две большие группы. Во-первых, это случаи, когда работодатель не мог заключить бессрочный договор в связи с тем, что существуют определенные причины, не позволяющие ему заключить бессрочный трудовой договор. Все эти случаи перечислены в части первой статьи пятьдесят девятой Трудового кодекса. Именно там вы можете увидеть самый популярный на сегодняшний момент случай заключения срочных трудовых договоров. Это для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы. Такие срочные договоры заключаются на период временной нетрудоспособности работника, нахождение его в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. И в других случаях, когда за работником отсутствующим сохраняется место работы, у работодателя здесь действительно не остается никакой возможности, кроме как заключить срочный трудовой договор. Также в части первой статьи пятьдесят девятой вы встретитесь с несколькими иными, но тоже достаточно популярными основаниями заключения срочного трудового договора. Например, речь идет о временных работах до двух месяцев, но здесь работодатель должен будет доказать, что работа носила именно временный характер, и после увольнения работника в связи с исчением срока трудового договора данная работа не продолжалась. Это случай заключения договора на сезонную работу до шести месяцев, но перечни сезонных работ определяются в соответствующих отраслевых соглашениях. Кроме того, срочные договоры могут быть заключены и на малых предприятиях с ограниченной численностью работников. И, наверное, еще одно из самых популярных оснований заключения срочного трудового договора – это заведомо временное увеличение работ или оказание услуг сроком до одного года. Но здесь работодатель должен будет доказать, что именно непредвиденные обстоятельства, например, он выиграл какой-то тендер или конкурс, и объем работы предприятия, организации, учреждения значительно увеличился и потребовал принятия большого количества работников на срок до одного года. Но чтобы защитить работников от необоснованного заключения срочного трудового договора, Верховный суд в своем постановлении Пленума Верховного Суда о применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской Федерации от 17 марта 2004 года номер 2 в пункте 13 прямо подчеркнул, что работодатель должен будет доказать характер соответствующей работы, должен будет доказать, что он не мог заключить бессрочный трудовой договор, и если несколько раз по одному и тому же основанию будет заключаться срочный трудовой договор, то суд может принять решение, что срочный договор заключен необоснованно, и преобразовать данный договор в бессрочный трудовой договор. Вторая группа оснований, позволяющих заключить срочные трудовые договоры, предусмотрена в части 2 статьи 59 Трудового кодекса. Общее для всех оснований, которые собраны в той группе, состоит в том, что данные срочные договоры заключаются просто по взаимному соглашению сторон. То есть, предполагается, что стороны дают добровольное согласие на заключение именно срочного трудового договора. И здесь работодателю не надо будет доказывать никаких иных причин, кроме как добровольного согласия работника на то, чтобы с ним был заключен срочный трудовой договор. Какие категории работников попадают под вот эту вторую группу оснований? Во-первых, срочный трудовой договор у нас может быть заключен с совместителями. И очень часто это делается, потому что действительно работодатели ищут на место совместителей постоянных работников и заинтересованы заключением с ними именно срочных трудовых договоров. Во-вторых, это пенсионеры по возрасту. К категориям, с кем заключаются срочные трудовые договоры, относятся студенты очных форм обучения. Кроме того, срочные трудовые договоры могут заключаться с руководителями организаций, имеется в виду руководители юридических лиц, единоличные исполнительные органы, заместители, руководители организаций, которые занимают именно должность заместителя, а также с главным бухгалтером может заключаться срочный трудовой договор. Причиной заключения срочного трудового договора в данном случае будет именно то, что работник относится к соответствующей категории и дал добровольное согласие на заключение срочного трудового договора. В самом тексте трудового договора обязательно должно быть прописано, что срочный трудовой договор заключен по соглашению сторон, например, как с совместителем, или срочный трудовой договор заключен по соглашению сторон, как с заместителем руководителя организации. Таким образом, формулировка причины или обстоятельств заключения трудового договора всегда должна быть прописана непосредственно в тексте трудового договора. Необходимо отметить ряд обстоятельств. Во-первых, очень часто работодатели забывают уточнить формулировку, конкретизировать ее. Например, недостаточно написать, что данный срочный договор заключен на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком конкретного работника. Необходимо уточнить должность работника, указать фамилию и имя отчества работника, которого у данного будет заменять работник, работающий по срочному трудовому договору. То есть конкретизация причины или основания заключения срочного трудового договора является также одной из форм, позволяющих защитить работника от необоснованного заключения срочных трудовых договоров. Часто возникает вопрос, а возможно ли продлить срочный трудовой договор? На этот вопрос на сегодняшний момент не существует однозначного ответа. В Трудовом кодексе не предусмотрено продление срочных трудовых договоров, кроме нескольких статей, где прямо рассматриваются конкретные ситуации, когда работодатель имеет право и возможность продлить срочный трудовой договор. Как правило, если срок договора истек, а работник продолжает работать, то договор превращается в бессрочный трудовой договор. Действительно, некоторые работодатели заключают соглашение об изменении условий трудового договора о продлении срока трудового договора. Но специалисты в области трудового права не рекомендуют продлевать срочные трудовые договоры, так как, во-первых, случаи продления прямо предусмотрены в Трудовом кодексе, а во-вторых, срочный трудовой договор является специальным видом трудового договора, который ограничивает права работника и не всегда для него является удобным. Также необходимо отметить, что законодатель ввел специальную норму о трансформации срочного трудового договора бессрочной. Трансформация – это специальный правовой механизм, позволяющий защитить работника, и рассматривает он следующую ситуацию. Когда истекает срок трудового договора, и работник не предупрежден об истечении срочного трудового договора, и работодатель желает продолжения работы или забыл о том, что у работника срочный трудовой договор, то в этой ситуации, если работник продолжает работать после окончания срока трудового договора, то трудовой договор превращается в бессрочный. Конечно, желательно, чтобы работодатель в этой ситуации оформил с работником соглашение об изменении условий трудового договора, что трудовой договор превратился в бессрочный. Но даже если такое соглашение не было оформлено, то договор превращается в бессрочный в силу действующей нормы закона. Также существует ряд особенностей увольнения работников в связи с истечением срока договора. В первую очередь это предупреждение об истечении срочного трудового договора. В 79-й статье на работодателя возлагается обязанность предупредить работника об истечении срочного трудового договора не позднее, чем за три дня до окончания соответствующего срока. Необходимо отметить, что речь идет о календарных днях. Работодатель имеет право предупредить работника и раньше, чем за три дня об истечении срочного трудового договора. Также важно знать, что предупреждение об истечении срочного трудового договора всегда происходит в письменной форме. Работник извещается о том, что срок трудового договора будет прекращен с ним такого-то числа. Если работник отказывается подписать извещение об истечении срока трудового договора, то работодатель может составить акт, который подпишет несколько других работников, что работник в устной форме был предупрежден об истечении срочного трудового договора. Наибольшие сложности вызывает ситуация, когда работник отсутствует на работе в сроке предупреждения. То есть работодатель не имеет прямой возможности лично предупредить работника об истечении срочного трудового договора. В этой ситуации работодатель может послать заказное письмо с уведомлением об истечении срочного трудового договора. Но тут возникает естественный вопрос. Если работодатель забыл предупредить работника об истечении срочного договора, во-первых, будет ли означать, что работник, уволенный в связи с истечением срока договора, должен быть восстановлен на работе? Здесь необходимо дать несколько комментариев. Во-первых, то, что работника не предупредили за три дня, является само по себе административным правонарушением со стороны работодателя. Работодателя можно оштрафовать по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение законодательства о труде. Но, как правило, если работодатель не предупредил работника, все этим штрафами ограничивается. Крайне редко суды или инспекции труда восстанавливают на работу работника, который не был своевременно предупрежден об истечении срока трудового договора. Итак, каковы особенности прекращения трудового договора в связи с истечением срока? С какими сложностями может столкнуться работник и работодатель? В трудовой книжке, как правило, делается запись. Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока. Пункт 2. Части 1. Статьи 7.7 Трудового кодекса Российской Федерации. Именно таково основание увольнения, кстати, достаточно популярное, связанное с течением срока трудового договора. Необходимо отметить, что норма о предупреждении работников не позднее, чем за 3 дня до истечения срока, касается всех случаев заключения срочных договоров, кроме заключения срочного договора для замены временно отсутствующего работника. Почему работодатель не должен предупреждать, если срочный договор для замены отсутствующего работника всем очевидно и понятно? Работодатель часто не может предвидеть, например, когда работник выйдет после болезни, основной работник, который занимает соответствующую должность. Поэтому говорить о предупреждении здесь достаточно сложно. Но возникает вопрос. Вот сегодня, в понедельник, вышел работник основной, не предупредив работодателя, а работник, который работает по срочному трудовому договору, также пришел сегодня на работу. Как же правильно уволить в этой ситуации работника, с которым заключен срочный трудовой договор? Представляется, что последним рабочим днем он должен быть уволен в связи с истечением срочного договора, иначе у него договор превратится в бессрочный и невозможная ситуация, когда два человека одновременно занимают одну и ту же должность. Часто возникают проблемы с применением 127-й статьи Трудового кодекса, когда работник просит предоставить ему отпуск с последующим увольнением, выходящий за пределы срочного трудового договора. Может ли на это пойти работодатель? Может. 127-я статья Трудового кодекса прямо предусматривает, что отпуск с последующим увольнением может выходить за пределы срока трудового договора, который установлен для соответствующего работника. В каких же ситуациях возникает обязанность работодателя продлить срочный трудовой договор? Где эти ситуации предусмотрены? На самом деле, на практике мы сталкиваемся с двумя ситуациями, прямо предусмотренными в Трудовом кодексе. Речь идет, во-первых, о 332-й статье Трудового кодекса, которая относится к узкой группе работников, научно-педагогических работников высших учебных заведений, которые при избрании на аналогичную должность может продлеваться срочный трудовой договор. Но чаще всего речь идет о применении части 2 и 3 ст. 261 Трудового кодекса, когда речь идет о продлении срочного трудового договора беременным женщинам. Законодатель предусматривает специальные нормы, защищающие беременных женщин. И в части 2 ст. 261 Трудового кодекса предусмотрено, что если беременная женщина принесет заявление, которым попросит продлить срок трудового договора и представит медицинскую справку о беременности, то у работодателя возникнет обязанность продлить срочный трудовой договор до дня окончания беременности. Здесь, к сожалению, тоже есть одно исключение, которое предусмотрено в части 3 ст. 261 Трудового кодекса, что если срочный трудовой договор заключен для замены временно отсутствующего работника, что в ситуациях, когда выходит основной работник, даже беременная женщина увольняется в связи с истечением срок трудового договора. Срочные трудовые договоры действительно на сегодняшний момент являются одной из самых популярных у работодателей разновидностей и заключаются в первую очередь в интересах самого работодателя, но работникам, начинающим карьеру, работникам, желающим утвердиться у данного работодателя на соответствующей работе, часто имеет смысл, невзирая на срочный характер трудового договора, идти и продолжать работать. Наша сегодняшняя тема исчерпана. Мы ждем ваших писем, комментариев, вопросов по электронному адресу, которые вы видите на экране. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok